Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен двум главным конкурентам Xiaomi и Meizu, которые буквально друг за другом презентовали свои бюджетные смартфоны Meizu M5 и Xiaomi Redmi 4 в разных модификациях. Не буду вас томить, для начала как обычно бегло ознакомимся с внешним видом и основными характеристиками, после чего более подробно рассмотрим все в нашей сравнительной таблице. Поехали! Начнем с самого бюджетного смартфона Xiaomi под названием Redmi 4A. Диагональ новинки составляет 5 дюймов с HD разрешением. За работу отвечает 64-битный 4-ядерный процессор Snapdragon 425 с тактовой частотой 1400 МГц. В связке с 2 ГБ оперативной и 16-ю постоянной. Связка камер у нас на 13,5 Мп и тут без какой-либо интерполяции, то есть реальная. Задняя крышка у нас выполнена из металла, с пластиками вставками в верхней и нижней части, как в Xiaomi Redmi 3S. Переднее стекло имеет 2i5D технологию. Батареи заявлены емкостью в 3120 мА. Выходит новинка в двух цветовых решениях, розовом и золотом, причем передняя панель в обоих случаях белого цвета. Будем надеяться, что со временем начнут выпускать и в сером цвете с черной передней панелью. Стоимость данного девайса составляет всего 74 доллара для китайского рынка, а это значит, что на Алиэкспрессе его можно будет взять примерно за 90 долларов. Далее рассмотрим Xiaomi Redmi 4 с диагональю в 5 дюймов. Выпускается эта модель в двух версиях – стандартной и старшей модификации, внешний вид которых абсолютно идентичен, а вот техническая составляющая существенно отличается. Младшая модификация получила 5-дюймовый дисплей с разрешением HD, 8-ядерный процессор Snapdragon 430, 2 гигабайта оперативной и 16 постоянной. А вот старшая в свою очередь получила 5-дюймовый дисплей с более высоким разрешением Full HD, более мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 625, а объемы оперативной и постоянной памяти составили уже 3 гигабайта и 32. Больше различий нет. Связка камер на реальных 13,5 Мп, батарея с емкостью в 4100 мА, есть сканер отпечатков пальцев и, как вы уже успели заметить, корпус у нас выполнен полностью из металла, как и Redmi Note 4, с небольшим исключением в виде пластиковой вставки в верхней части на задней грани телефона. Выпускается смартфон в привычных трех цветовых решениях – сером, золотом и серебряном. Стоимость стандартной модификации составляет 103 доллара, а старшей – 133, опять-таки для китайского рынка. Отсюда следует, что на старте продаж нам он обойдется примерно в 130 и 160 долларов соответственно. Давайте теперь посмотрим, что из себя представляет аппарат от компании Meizu под названием M5. Сразу в глаза бросается широкое цветовое решение – аж целых 5 вариаций – черный, белый, золотой, голубой и зеленый. Главная фишка этого телефона – это его нестандартная диагональ 5,2 дюйма. Как говорится, для тех, кому мало 5 и кому много 5,5. Разрешение тут HD. Спереди привычно расположилась многофункциональная кнопка «домой» и сканер отпечатков пальцев. Батарея с емкостью в 3070 мА. За работу отвечает 8-ядерный процессор MTK6750. Он у нас 64-битный, работающий на тактовой частоте 1,5 ГГц. Количество оперативной и постоянной памяти можно выбирать 2,16 или 3,32 ГБ. Основная камера на 13 Мп, фронтальная на 5. Стоимость на Алиэкспрессе сейчас стартует от 130 долларов за младшую модификацию. Думаю, что со временем должна немножечко просесть. Перейдем к таблице. Начнем с габаритов наших телефонов. Как видите, самый узкий у нас получился Xiaomi Redmi 4, 69,6 мм. Самый невысокий Redmi 4A, 139,9 мм. А самый тоненький Meizu M5, всего лишь 8 мм. В весе, как говорится, выигрывает Redmi 4A, 131,5 грамм. Материалы корпуса. Как видите, Redmi 4A у нас имеет, как говорится, и металлический каркас, и заднюю крышку из металла, за исключением небольшой пластиковой вставки в верхней части. Meizu M5 имеет поликарбонатный корпус, то есть здесь металла вообще никакого нет. А вот Redmi 4A имеет как и металл в виде задней крышки, так и пластиковые вставки в верхней и нижней части. По поводу цветового решения, безусловно, Meizu M5 побеждает, тут очень широкий цветовой выбор. А вот проигрывает Redmi 4A, всего лишь розовый и золотой. Как-то вот мужские цвета не захотели делать. Печально, печально. По поводу операционной системы, как видите, Mi Uv8 против Flyme 5.5. И давайте по поводу наших процессоров, как говорится, посмотрим. Snapdragon 425, это у нас 4 ядра с тактовой частотой 1400 МГц. Потом Snapdragon 430, это у нас уже 8 ядер, не 4, с этой же тактовой частотой. Snapdragon 625, это у нас 8-ядерный, как говорится, процессор, работающий на тактовой частоте 2 ГГц. А вот Mediatek, всем уже привычный процессор, 6750, это у нас 8-ядерный, работающий на тактовой частоте 1500 МГц. Ну и графический чип Android 308, 505, 506 и Mali-T860. Оперативная память, как видите, у нас в первых телефонах 2 ГБ. Redmi 4, естественно, продвинутая версия 3 ГБ. И Meizu M5 можно выбирать либо 2, либо 3. Как и постоянную, либо 16, либо 32. Ну и, как видите, здесь тоже можно выбирать, как говорится, по 16 ГБ и 32 ГБ. Сделал специальный вот такой тест Antutu, сколько примерно будет наши телефончики набирать. Ну, для того, чтобы вы смогли понять, насколько они производительны. Тут, конечно, побеждает Xiaomi Redmi 4, продвинутый, 60 тысяч баллов. Потом я бы поставил Xiaomi Redmi 4, стандартной модификации, 41 тысячу баллов. Meizu M5 будет, конечно, ему немного проигрывать, порядка 40 тысяч баллов. А вот Redmi 4, думаю, тоже будет немножко проигрывать уже, в свою очередь, Meizu M5. Но это, конечно, все в теории. Нужно ждать телефонов на обзоры, и там дальше уже будем в реальности проверять. Теперь по поводу наших экранов. Как видите, у нас матрица везде IPS с OGS технологией, то есть воздушной проспойки нигде у нас нет. Диагналь телефонов у Xiaomi составляет 5 дюймов. Meizu M5 5,2 дюйма. Разрешение у нас везде HD, за исключением Redmi 4, продвинутой модификации. Тут у нас уже Full HD разрешение. 2,5D технология на всех, как говорится, телефонах применена. Индикатор событий есть на телефонах Xiaomi. Meizu M5 я нигде не смог найти информацию про индикатор событий, думаю, там его нет. По поводу датчиков, тут, конечно, побеждает Redmi 4. Потом, в принципе, Redmi 4A и Meizu M5 немножечко проигрывают. За счет того, что у Redmi 4A нет у нас сканера отчетков пальцев, а в Meizu M5 нет датчика холла. Но это только ощутят те, кто пользуется специализированной чехлами. По поводу камер, камеры хочу сказать, что на всех телефонах сопоставимые. На реальные 13 мегапикселей, как и фронтальные тоже на реальные 5 мегапикселей. Но тут Meizu немножко выигрывает из-за того, что у него апертура f2.0. То есть, эта камера будет фронтальной немного светочувствительней. А вот Redmi 4A немного проигрывает по поводу задней вспышки. Она у нас сзади одинарная, не двойная, как на других телефонах. Как видите, все телефоны имеют GPS-поддержку и GLONASS, и Beidou Xiaomi имеет поддержку, а Meizu Beidou не имеет. То есть, это китайские спутники, Xiaomi Meizu не поддерживает. Не знаю, почему как так, но так получается. По поводу нашего разъема. Везде у нас микро-USB-шный разъем, нет у нас USB Type-C. OTG-поддержка везде заявлена. В Xiaomi-телефонах есть у нас инфракрасный порт, Meizu не ставит. И давайте теперь по поводу наших аккумуляторов. Как видите, на Redmi 4-ом у нас по 4100 мА. 4А у нас батарея с емкостью в 3120 мА. И Meizu M5 в 3070 мА. Ну, тут, конечно, Xiaomi выигрывает по автономности однозначно 4-ый. А вот 4А или Meizu M5, ну, все-таки, наверное, 4А будет тоже лучше, ввиду того, что у него диагональ поменьше. Meizu M5 по автономности будет немножко проигрывать. Скажу то, что у нас Xiaomi Redmi 4 имеет поддержку быстрой зарядки 5 Вольт, 2 Ампера. Ну, и давайте теперь остановимся на нашей цене. Как видите, я специально сделал в скобочках цену для китайского рынка, для того, чтобы вы ориентировались. Кстати, вот по этой цене уже сейчас известно, что Meizu M5 на Алиэкспрессе стоит 130 долларов. Отсюда я и вывел цену для Xiaomi. Как видите, Xiaomi будет стоить, мне кажется, порядка 90 долларов 4А. Redmi 4 минимальная, точнее, младшая модификация стоит порядка 130 долларов будет стоить, а Redmi 4 старшая версия порядка 160 долларов. Но, возможно, 11-го числа будут небольшие акции, можно будет взять немножечко дешевле. Естественно, все телефоны будут размещены в описании для того, чтобы вы могли их приобрести. В частности, вот 11-го числа я обязательно буду отслеживать. Безусловно, сам хочу заказать все телефоны на обзор. Не знаю, получится или нет, но я все-таки надеюсь, что получится. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. Ну, и до скорых встреч в будущих обзорах! Субтитры сделал DimaTorzok